Всем привет, с вами Низамов Илья, и это первый урок из курса по интеграции 1С с веб-сайтами. Данный урок является вводным, с него мы начнем настраивать рабочее окружение для интеграции. Для работы нам понадобится установить веб-сервер Апач. В следующих уроках мы будем устанавливать PHP, базу MySQL и настроим безопасное подключение к нашему серверу Апач. Чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик или просто поддержи развитие канала лайком, а мы приступаем. Итак, для начала нам необходимо скачать Апач, для этого открываем браузер. И заходим на сайт вот по этой ссылочке, которую сейчас видите на экране. Здесь необходимо, чтобы у вас на компьютере стояла библиотека Visual Studio 2017 в соответствующей разрядности. И также скачиваем версию Апач под вашу операционную систему. Я буду скачивать версию для 64-разрядной операционной системы. Апач у меня уже скачан, я подготовил специальный архивчик для вас. Здесь он будет, три файла. Один файл это будет специальный командный файл для установки Апач в виде службы. Второй файл у нас будет просто запускать нашу службу. И третий файл это наш архив с Апачем, который сейчас прямо в этой же папочке и извлеку. После разархивирования нам необходимо создать папку, где будут храниться наши сайты. У меня эта папка на диске Z, папочку я назову www. На диске C я создам наш сервер, в нем папочку BIN. Здесь у нас разместятся наш сервер Апач, база MySQL и PHP. Перекидываем сюда нашу папку Apache 2.4, которую мы извлекли из архива. И переходим в папочку CONF в этой папке и открываем файл конфигурации Апача в Notepad++. Работаю в нем, поскольку достаточно удобно редактировать. Здесь необходимо исправить некоторые параметры. Первый параметр это нам надо определить SRV root, корневой каталог, там где находится наш сервер Апач. Обратите внимание, какие слэши я здесь ставлю, они у нас обратные. Также вы можете поменять порт, у нас по умолчанию на 80-м порту, но можете установить любой. Теперь нам необходимо установить сервер name. Сервер name нам пишем localhost, поскольку сервер мы будем использовать только локально. никуда в интернет, мы его выпускать не будем. All of override all нам надо поставить, но он поменять на all, поскольку мы будем запрещать всем использовать. То есть можно будет только с htaccess использовать наши сайты. Здесь документ root меняем на ту папку, где у вас будут располагаться сайты. У меня это zvvv. Также меняем allow override на all. Более подробно в настройках можете почитать у меня в статье, что они означают. Находим в директории индекс и вписываем индекс php и индекс html, индекс htm. Это индексные файлы, которые у нас будут обрабатываться. php добавляем, поскольку у нас в будущем будет использоваться php. Интеграция с php тоже. Найдем вот этот вот модуль, mod rewrite. Он у нас закомментарен. Надо убрать решетку перед этой строкой и сохранить файл конфигурации. На этом конфигурация Apache первоначально завершена. И нам необходимо установить его как службу. Открываем настал, нажимаем правой клавишей, запускаем от имени администратора. Все у нас, служба установилась, никаких ошибок не выдала. И то же самое делаем с запуском. Спускаем нашу службу. Ошибок никаких нету. Запуск произошел в штатном режиме. Давайте проверим, что у нас веб-сервер запустился. Для этого запускаем наш браузер. И в адресной строке вписываем localhost. Если на экране сейчас видите index.off и slash, то у вас веб-сервер локальный запустился. Также посмотрим в службах. Вот наша установленная служба. Если по ходу данного урока при установке Apache у вас возникли ошибки, пишите их в комментариях или пишите в чате Telegram. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok